Встретил я как-то в кафе старого знакомого, учились вместе в университете. Он подсел ко мне за столик, и мы разговорились. Вспоминали былые годы и былые подвиги. Много чего интересного было тогда. Жизнь в общежитии, учеба, лекции, крепкая студенческая дружба, первые влюбленности, КВН, походы на лыжах, стройотряды. В общем, можно перечислять до бесконечности. Стали вспоминать однокурсников. Кто, где и как устроился в жизни. У всех, как правило, семьи, дети и проблемы. А у кого их нет? Разметало нас по белу свету. Некоторые уехали за границу и там успешно прижились. Оказалось ведь, что некоторых уже нет в живых, а я и не знал. «Вспомнили Вадика, любимца и бесспорного лидера нашей группы. Я давно потерял его из вида, и мне было интересно узнать о нем все возможное. Я только знал, что он работает в крупной иностранной фирме где-то в Европе. Женат, есть дети». «Ты знаешь», – сказал мой собеседник, «С Вадькой-то беда приключилась. Вся его жизнь рассыпалась в прах, покатилась под откос. Ну-ка, рассказывай, я напрягся». «Это все, конечно, слухи, но думаю, что дыма без огня не бывает». «В общем, что-то у него там в Европах не заладилось. То ли жена закрутила роман и ушла к другому, то ли с работы его уволили. Подробностей не знаю. Вадька, недолго думая, оставил там все как есть и вернулся домой к матери, один без семьи. И тут начались новые напасти. На работу не устроится. Через некоторое время умирает мать, а он от всего этого нервного напряжения попадает в больницу с инсультом. Нет, до паралича и потери речи, конечно, не дошло, но подкосило его здорово. Нужно было серьезное лечение и длительная реабилитация. Врач, выписывая его из больницы, посоветовал побольше гулять на свежем воздухе и вообще беречь себя от стрессов. Знаю только, что он продал квартиру матери довольно дорого, ведь она в самом центре города и уехал жить куда-то в деревню. Вот такие дела, подытожил мой товарищ, прощаясь со мной за руку. А какие ведь надежды подавал, какие перспективы перед ним открывались. Все псу под хвост, злорадно ухмыльнулся он. Мне стало не по себе. Да, многие завидовали Вадику еще в университете. Бумажку с телефоном однокурсника, которую он мне сунул напоследок, я выбросил. Не люблю злых и завистливых людей. Даже брезгливо вытер полотком руку после его рукопожатия. С тех пор прошло года 3-4, точно не могу сказать. И вот в один прекрасный день в этом же самом кафе, сидя за чашечкой кофе и читая новости на смартфоне, я увидел, как зал ввалилась шумная и дружная семья. В огромном здоровом мужчине я с трудом узнал Вадика. Этого не может быть, ведь по слухам он был больным и немощным. С ним молодая красивая женщина и прелестный малыш. Вадик очень искренне по-доброму обрадовался нашей встрече. Он отправил жену с ребенком в игровую комнату, а сам уселся рядом со мной, заказал всего самого вкусного. Вадик всегда славился широкой душой. Я не знал, как подступиться к нему, чтобы спросить, а правда ли было все то, о чем мне поведал однокурсник. Но он опередил меня и рассказал сам всю историю от начала до конца. Это действительно было правдой. Его разбил инсульт, жизнь разделилась на до и после. Трудно было все, говорить, ходить, писать, подниматься по лестнице, да еще кучу разных тяжело. Я продал квартиру и переехал жить за город, на нашу старенькую дачу. Нужно было возвращаться к жизни, а отступать и пасовать перед трудностями я не привык. Ты же знаешь мой характер. Вместе с квартирой и домом мне в наследство досталась старая мамина собака. Взял я ее под мышку и поехал жить в деревню. Выработал себе новый стиль и режим жизни. Побольше гулять и ходить, тренировать опорно-двигательный аппарат. Жуча в этом деле была мне незаменимым помощником. Мы с ней наматывали по округе по несколько километров в день. Начинал с малого, сперва мелкими шажками по деревне, потом все больше и больше. Упражнения, разные тренинги. Разработал ежедневный маршрут. Мы часто ходили с жучкой в лес. Сперва просто погулять, а потом, когда я достаточно окреп, уже целенаправленно по грибы ягоды. Мы с собакой постоянно направлялись в лес по грибы, проходили мимо заросшего участка мужичка, живущего на окраине поселка. Человек он был грубый, нелюдимый и странный. Жучка, которая верой и правдой служила моей матери в качестве сторожа и друга на протяжении более чем десяти лет, с возрастом потеряла остроту чувств. Поэтому свои функции на прежнем уровне она уже не могла выполнять. Раньше мы не ходили по этому маршруту, но сегодня решили разнообразить свой поход за грибами, зайдя в лес с южной стороны. Еще на подходе к дому странного мужика, жучка начала принюхиваться и скулить, пережимая эти звуки утробным рычанием. Я не обратил на это особого внимания, мало ли что собачку может заинтересовать. Однако, когда мы вместе с жучкой поравнялись с покосившимся сараем, стоящим на участке за невысоким забором, то моя собака встала как вкопанная и стала громко лаять. Это меня очень сильно удивило, ведь жучка никогда себя не вела подобным образом. «Что это вам тут нужно?» – хриплым голосом спросил хозяин участка, вышедший на крыльцо. Судя по его виду, из дома выходил он очень редко. «Да ничего, мы уже уходим!» – крикнул в ответ я, став силой тянуть собаку за поводок. Но к моему огромному удивлению жучка не поддалась, что было вообще немыслимо, ведь она всегда была очень послушной собакой. В этот момент послышалось короткое жалобное тявканье со стороны сарая. Будто животное там обитающее боялось вызвать гнев хозяина. «А ну молчать!» – рявкнул мужчина, стоящий на крыльце. Взяв лежащее рядом небольшое полено, он швырнул его в сарай, отчего тот весь задрожал. «Кто у вас там?» – настороженно поинтересовался я. «Собака?» «Не твое дело! Иди своей дорогой!» – хозяин дома сплюнул и ушел в дом. «Недолго думая, я позвонил знакомым волонтерам, помогающим животным, попавшим в трудную ситуацию. Когда они приехали, то заставили хозяина открыть сарай. То, что мне открылось внутри, не поддавалось никакому описанию и возмутило всех. Там сидела грязная заросшая собака, которая, судя по всему, держалась в заперти уже несколько лет. Ребята сказали, что забирают собаку с собой, определят ее в приют. А хозяин даже не думал сопротивляться. Для него, мне кажется, это был отличный вариант. Снять с себя все заботы и хлопоты по содержанию животного. Мне до сих пор было жалко пса. Я, как представил, что он будет сидеть один в клетке, сердце сжало такая тоска. «Не надо приюта, парни! Я возьму животное к себе! Где одна собака, там и две!» Тем более, что жучка его нашла, и теперь мы оба за него в ответе. От хозяина удалось добиться только имя собаки. Звали бедняжку Чарли. Теперь я ходил гулять в лес с двумя собаками. Чарли поначалу была диким и нелюдимым, но добро и любовь сделали свое дело. Через полгода собаку было не узнать. Переключившись со своих проблем на заботы о двух старичках, я совсем забыл, что сам серьезно болен. Моя болезнь как-то отошла на второй план, хотя тренировки я не прекращал. Я лечил их, а они лечили меня. На очередном осмотре моих питомцев у ветеринара в очереди, я познакомился замечательной девушкой, такой же большой любительницей собак. А вскоре она переехала ко мне со своими двумя хаски. Через год родился наш сын. И ты знаешь, дружище, теперь я совершенно здоров. У меня есть семья, дом, небольшое фермерское хозяйство, которое бдительно охраняют четыре собаки и три кошки. И я так счастлив. Человеку ведь для счастья не деньги за границей престиж нужны, а здоровье, свобода, понимание. И чтобы рядом в унисон бились любящие сердца. А у меня их так много, аж целых семь. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok